всем привет попала под дождь хотя мы зонтиком но все равно волосы пушатся вьются на погоду сильно прохладно реально прохладно настя в жилетке моей в теплом свитере потому что очень холодно реально похолодало такое чувство что это не июль а октябрь какой-нибудь реально такое ходим по магазинам нам надо купить помидоры и опять у меня просто я вообще не знаю что это такое что они добавляют в эти роллы суши в этой киши их постоянно хочется я вообще не знаю я не могу сказать что это прям так вкусно типа прям прям вообще нет в украине мы пробовали намного вкуснее роллы и суши но так как здесь выбор невелик в этом плане конечно есть заведение где есть суши роллы там ценник от 100 евро ну как вы понимаете поэтому я опять пришла в деку чтоб купить суши очень хочется настя не вообще не нравится на сказала я не буду я не готова и я не буду а я буду так что все мы дома мы дома такие вот роллы и суши я взяла немножко не помялись по пути но видите конечно дорого 15 евро 400 грамм на 399 это дорого и такие калифорния люблю этот ролл калифорния 849 239 вам ну кстати на этих островках и вода ики можно брать сейчас вам покажу можно брать в пакете на соевые васаби палочки в таком количестве как вам надо если вы любите много соуса вы можете взять это бесплатно хлеб взяли лимончики взяли правильный выбор она взяла 500 грамм свежей рыбы красный за 10 евро 999 а я взяла 20 евро видите что и вот соевые ну да там 5 миллилитров водные штучки дам и палочки вот такой закупка очень очень дорогая я вам так сказать за 40 евро 40 но это все из-за этого этого будем экономить очень очень сильно в общем все у нас был обед плавно переходящий в ужин роллы вкусные но что как-то я сильно много и взяла настя там тоже у меня пару штучек салана она не захотела у него вообще нет аппетита тоже так сейчас сижу и думаю блин 23 евро 50 центов это сколько можно было всего купить до продукта в принципе но не прям много но тем не менее можно было бы сделать закупку но дня на два бы точно ну короче что уже расстраиваться захотелось все лучше так не делать вот а настя буквально этот один бутербродик с рыбкой съела и чайок выпила и пошла лежать что-то и вообще плохо трусит ее не знаю и горло горло болит наверное все таки от кондиционеров и и так просквозила не знаю но у меня тоже чуть-чуть дерет ну не так сильно не знаю мы будем надеяться что иммунитет сильный быстренько она выздоровеет и за три дня что-то не перерастет болезнь по на простуде все и и закончится вот пришел термин насчет курсов настя кто-то там же писал то вот все она не пойдет на курсы и этом отправят на работу еще куда-то отправят и тому подобное но нет ей пришел термин насчет курсов буквально вот тоже уже скоро идти туда у меня тоже будет решаться вопрос насчет курсов но я не знаю что нам делать вообще настана как-то более-менее понимает что она хочет а я вообще не понимаю что я хочу я в таком тупике честно я не знаю что делать то ли оставаться то ли выезжать я не знаю очень-очень тянет домой я думаю как и многих даже вот если нас смотрят украинцы которые здесь находятся или вообще за границей не в украине и они понимают меня что их тоже тянет домой несмотря даже на то что очень страшно и опасно и тому подобное у нас там семьи там все родное там наши люди там все наши родное просто все наши но опять таки этаж поймет только тот кто находится в подобной ситуации вот ну сердце хочется домой умом понимаешь что еще как бы рано и нужно тут оставаться и вообще возможно в целом даже нужно тут оставаться даже дальше потому что неизвестно что будет там нужно интегрироваться не оттягивать это учить более более усерднее язык уделять этому еще больше времени еще мотивации добавлять к изучению языка чтобы здесь остаться строится на более-менее нормальную работу но я не знаю я честно у меня такие сейчас вот последнее время перепады в настроении что я думаю то вот сейчас все я от всего отказываюсь то есть я все ну я имею ввиду я все закрываю квартиру страховки и тому подобное и просто уезжаю домой а там что будет что будет честно вот я уже в таком состоянии у меня уже вот это тут последний месяц у меня вообще мне так хочется домой я я вам не передам слова при том что я осознаю что мне там будет страшно что я буду бояться что я сразу не знаю на какую мне пойти работу потому что он тоже есть нюансы свои куда куда я хочу пойти куда меня возьмут там это тоже опасно скажем скажем так к чему я ворально просто буду не готова на думаю многие поймут может о чем я говорю просто не хочу это все вслух произносить потому что нет смысла вот вообще не знаю а я живу с другой стороны я понимаю что вот надо оставаться надо учить язык надо выходить на работу выходить на работу зарабатывать и и все понимаете я не знаю что мне делать честно конечно многие скажут ну кто не желает там до зла и все такое что пока оставайся ну я не знаю масса она больше за то чтобы пока что остаться я больше за то чтобы уже выезжать не знаю ну и собой тоже как-то ехать она не особо хочется так чтобы уже если вместе то вместе поехать не знаю я в размышлениях что делать вообще не то чтобы у меня здесь как-то плохо да там с этой бюрократии как многие да говорят но это действительно есть это понятно я уже к этому привыкла как бы для меня это уже не проблема запомнить какую какой-либо документы и тому подобное вот просто просто хочется домой несмотря на то что здесь реально безопасно и тому подобное но вот просто хочется домой и все потому что по ощущениям реально жизнь просто остановилась тогда остановилась понятно может выйдем на курс она все будет как-то чуть по-другому все равно это ты занят чем-то ты учишь язык и дальнейшем ты идешь на работу ну не знаю просто тоже идти на термин это надо сейчас уже решать остаемся уезжаем чтобы это не было так что школа в школу будем зачислены а мы решим уехать поэтому это тоже так все неоднозначно честно я вообще нет надо все взвесить обдумать много раз на эмоциях тоже не хочется принимать решения у меня вот тут последнее время я только эмоциями наверное и мотивируюсь а это плохо это плохо все делать на эмоциях нужно все обдумывать короче нельзя на эмоциях принимать решение это факт все нужно взвесить обдумать продумать все плюсы и минусы сравнить это все и тогда уже принимать какое-то решение не знаю если у вас есть желание напишите в комментариях как бы как бы вы поступили бы возможно как вы видите эту ситуацию ну просто я могу обидеть не сказать что у меня сейчас нет такого вот рвение желания мотивации прям вот учить-учить-учить язык хотя я знаю что это надо это надо я вот последнюю неделю вообще не занимаюсь потому что просто у меня нет это никакого желания я я сажусь я начинаю и мне через десять минут я бы я все я не могу я не знаю что это такое не знаю надо подумать надо думать что делать не торопиться надо просто реально хочется домой уехать все я уже честно даже в комментарии особо так не захожу так вот пролистала вижу одни и какие-то оскорбления какие-то такие моменты высказывания всякие ну короче все как обычно в негативном формате мне неинтересно это читать я это не читаю просто все даже ничего же особо и не удаляю там если мне там высветилось что прям сильно какое-то оскорбление я это удаляю так я вообще уже ничего даже не удаляю я даже уведомление у себя на телефоне уведомление с творческой студии с комментариями я просто отключила и все я не хочу не хочу это читать не знаю всем надо думать надо думать выделить себе время дать себе определенный промежуток времени подумать подумать чтобы потом не жалеть не делать необдуманных поступков вот и все короче как то так ладно спасибо вам за просмотр ставьте лайк пишите я все равно буду читать гадость я же говорю это так я так пролистываю все равно я ну раз в день точно зайду почитать комментарии так что все спасибо вам за просмотр еще раз всем хорошего настроения пока